Друзья, это воскресный эфир из Иерусалима. Мы приветствуем тех, кто подключились к нам совсем недавно. Мы говорим сегодня о важных, насущных темах, как нам расставлять приоритеты. Мы говорим, как служить Богу и как отдыхать. И, в общем-то, наверное, в эти оставшиеся блоки мы будем продолжать говорить на тему отдыха, на тему расставления приоритетов в отношении Бога, в отношении служения, в отношении семьи. Поэтому последний блок мы говорили, отталкиваясь от мест Писаний, 2 Царств 6 главы, в отношении Озы. Вот этот момент с Озы произошел, когда он, как вы помните, подставил руку, думая, что он может помочь Богу. И вроде бы его рвение было правильное. Визуально мы видим с вами человека, который хочет помочь Богу. Он хочет поддержать то, что валится, то, что падает. И как бы на самом деле очень сложно говорить в церкви на эту тему, потому что люди могут неправильно понять, неправильно рассудить, что как бы не нужно служить, не нужно ничего делать для Бога, нужно просто отдыхать, нужно просто балдеть, нужно не подставляться, да, как бы измерять время. И да, на всякий случай, потому что если вдруг ты протянешь руку, то через время ты можешь протянуть ноги. Поэтому в действительности так получилось с Озой. Но важно понимать, что, как мне кажется, на мой взгляд, мы, я не могу взять интервью у Озы, поговорить с ним и понять, что у него было внутри. Но Писание говорит, что, ну и толкование этих мест время от времени, то, что я читал, то, что я изучал, говорит о том, что они неправильно несли этот ковчег, потому что надо было не вести его на Валаха, нужно было нести его на плечах, как было предсказано и предписано по закону, что ковчег завета нужно нести на шестах. Это тоже очень такой момент. Но, как бы, если бы это полностью было так, то тогда был бы поражен не только Оза, но и его брат Ахио, потому что он тоже там присутствовал, и нужно было бы поубивать вообще всех остальных, которые рядом несли этот ковчег, и в том числе и Давида долбануть сверху, потому что он самый главный, кто как бы начал это шествие и как бы так попытался по закону сделать то, что он хотел сделать. То есть это на самом деле была революция, потому что Давид хотел принести этот ковчег завета под свою палатку, хотя в этот же момент в Гаваоне стояла палатка Моисея. Можно было туда принести этот ковчег, поступить по-старому, но мы видим с вами Давида, человека-революционера. Он взял и он был новатором. Он на тот момент взял и принес и поставил под новую палатку, под свою, и в общем-то этим самым он хотел объединить израильтян вокруг, вокруг этой скини, вокруг этого главного религиозного события, да, которое он устроил. Но мы видим, что все пошло не так. И мне кажется, я предполагаю, опять же, я не настаиваю на этом, что дело было именно в Озе, потому что написано, у него было дерзновение, то есть была смелость сверх такая, знаете, просто сверхсмелость, отчаянность такая, что он взял и пустил руку свою и поддержал и потрогал этот ковчег. Этого делать нельзя было, это было смертельно опасно. И мне кажется, что наше вот это дерзновение в нашем служении или когда мы начинаем о себе думать, что мы вот такие незаменимые, вот такие, как как раз Ирина говорила в предыдущем блоке о том, что нужно думать о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. То есть существует граница веры, граница твоей деятельности в теле. Потому что дальше как раз написано о дарах и служениях, да, которым ты должен служить. Написано, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. То есть существует или там учитель, пребывая в учении, написано начальствующий усердствует, да, и там организовывая то, что ты организовываешь. То есть, что каждый должен быть ответственным за свою сферу, за свою часть. Когда мы начинаем думать, что мы все во всем, когда мы думаем о себе, что мы Христос, а Христос имеет все дары, Он может все, Он наделен всем, да, в полноте, то в этом случае мы заходим за пределы. Когда мы перестаем чувствовать, что, знаете, мы нуждаемся в чьей-то поддержке и помощи. Когда мы думаем, что наше видение церковное самое крутое, самое лучшее и перестаем взаимодействовать с другими церквами или с другими пасторами. Это все гордыня, это все этот синдром Озы, когда мы на себя перетягиваем то и начинаем ощущать себя, что мы все во всем. Это, как, знаете, мне напоминает этот царь, который к какому-то моменту времени, у него так все получалось застраивать, весь Израиль застроил и все было успешно, сделал стенобитные машины, изобретения разные там, очень сильно продвинулся. Что он подумал, что он может войти в храм и выполнить священническую роль. И он зашел и написано, он покрылся проказой. Вы помните этот момент? То есть это явный пример, ветхозаветний пример, но тем не менее он показывает на то, что все равно у нас с вами есть призвание и наша роль в теле. И вот в этом и будет действовать наш дар, когда мы будем думать о себе скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Мне кажется, вот в этой ситуации Озы это дело не учел. И я был на грани, как я свидетельствовал во втором блоке. И я знаю множество пасторов, служителей, которые тоже доходят до того, когда понимают, что нужно отдать место Богу. Нужно отдать Ему место и занять ту позицию, которую Бог нам уделяет. К нам подключился прекрасный наш гость и постоянный присутствующий служитель, и также эксперт в большинстве вопросов. Это Авелий Станкевич. Я хочу, чтобы вы приветствовали его там, где вы сейчас находитесь. И он услышит, как вы его приветствуете. Передаю тебе слово, скажи, что ты думаешь. Да, я с тобой согласен по поводу того, что действительно нужно соблюдать вещи, которые Бог нам подсказал. И быть готовым к тому, что я бы, кстати, говорил в одном из эфиров, что нужно быть готовым к тому, что Бог будет менять наше служение по времени того, как мы будем к ним готовы. Нельзя сказать, что нас поставили на служение Х, и мы будем в этом служении до пенсии, и нас туда-да, вынесут на кладбище, если Господь не придет до этого времени. Господь будет менять все, что происходит в нашей жизни. Господь придет и скажет, ты здесь послужил достаточно, перейди служить в другое место. Нужно быть готовым. Иногда Господь скажет, подожди, отойди, отдохни, пусть послужит тебе, потому что ты выдохся, тебе нужно самому служение. И нужно быть готовым к этому. Как раз в одном из блогов, я тут просто, как и вы, сидел только не через телевизор, а со стороны слушал наших спикеров. И я согласен с тем, что да, мы должны понимать, куда Бог нас ставит, в какой момент Он туда нас ставит, и самое главное, для чего. Потому что если мы не будем принимать какие-то меры по приготовлению себя к служению, пострадает все вокруг, пострадают люди, которые нам уверены в паству, пострадают люди, которые живут с нами под одной крышей, пострадает наша работа, если мы работаем, если вы не освобожденный служитель, в смысле не высвобожденный, будем так говорить, пострадает и ваше самолюбие в конце концов, потому что вы будете видеть, что вы не справляетесь с тем, что на вас возложено. Получается, что если мы уделяем чему-то одному внимания, то, скорее всего, пострадает все остальное. Я бы хотел сказать вам то, что я рассказываю на всех своих семинарах. Нужно в первую очередь уделить внимание себе, на кого наш фокус настроен. Если наш фокус, как вот в первую очередь сказала Ирина, настроен на Бога, что Иисус наш Господь, и Он в центре, и наш взгляд, наш фокус, это Голгофский крест, и больше ничего, тогда мы будем являть собой образчик христианского поведения. Как только мы будем являть собой образчик христианского поведения, люди сами вокруг нас будут спрашивать, слушай, а что изменилось, почему ты такой, почему вдруг у тебя какие-то вещи происходят, которых у нас нет. И нам не нужно будет ничего там делать такого, чтобы проповедовать Евангелие. Хочу сказать пример, к сожалению, Елизер уже уехал. Но это был христианин, которого Господь поставил недалеко от меня, в непосредственной близости, года за три до моего покаяния. Он ни разу не проповедовал мне Евангелие. Ни разу, даже в день моего покаяния, он не проповедовал мне Евангелие. Но я смотрел на него, и я в какой-то момент понял, что вот как он, я хочу. Его собственное поведение было для меня образцом того, куда я хочу попасть, где я хочу быть. Вот я считаю, что то, что он здесь рассказывал, во-первых, это правда. Я могу подтвердить. Все, что он о себе говорил, это правда, так оно и есть. И я хотел бы просто сказать, что люди, которые работают, давайте я отобращусь к тем, кто работает сегодня, да, служители, которые работают, зарабатывают деньги. Мы все научены тому, что сребролюбие – это плохо. Но сребролюбие – это неплохо, если все в разумных пределах. Я говорю, что это хорошо, но это неплохо. Это не значит, что нужно отказаться от денег. Смотрите, что происходит. Библия нам говорит, что от плодов рук своих человек насытится. Да, мы должны что-то делать в своей жизни, чтобы обеспечить свою семью. Ты имеешь в виду серебро само? Я имею в виду деньги. Само в себе неплохое. Слово «кесов» на иврите обозначает как деньги, так и серебро. Поэтому я говорю сейчас о любви к деньгам. Деньги нужно любить, потому что это инструмент, который мы изымаем в максимальных количествах из царства этого мира и переносим их в Божье царство. Если у вас есть помазание на то, чтобы зарабатывать большие деньги, радуйтесь. Это просто Господь поставил вас так, чтобы вы забирали как можно больше из царства сатаны и вкладывали это все в Божье царство. Если у вас нет помазания зарабатывать больших денег, помните, что Бог дает каждому по его нужде. Мы можем стараться устроиться на другую работу. Вопрос, хочет ли Бог, чтобы мы устроились на другую работу. Мы можем требовать от Бога каких-то других усилий, которые нам нужно прилагать, но Он говорит, нет, сейчас тебе нужно уделить время семье, завтра тебе нужно уделить время служению, послезавтра себе. То есть нужно быть чувствительным к тому, куда нас ведет Бог. Написано, что мы вводимый Духом Святым. Мы должны просто прислушиваться к этому. И по поводу серебра. Не надо бояться зарабатывать деньги. Нужно зарабатывать, сколько Бог дает, берите все. Потому что как только Он вам даст, именно это будет от Бога, как только Он вам даст много денег, Он тут же укажет вам, куда вам их нужно распределить. И тогда, освободив место для новой прибыли, вы получите еще больше. И Бог опять покажет вам, куда распределить. Не надо бояться зарабатывать деньги. Но при этом, при всем, нужно бояться не отдыхать. Один из моих друзей в Америке, он проповедовал недавно здесь, в Израиле. И он говорит, жизнь без отдыха очень скоро превращается в жизнь без веры. Поэтому вам необходимо отдыхать. Бог не зря сказал, один день в неделю выберите для Божьего покоя. Но об этом, я думаю, мы уже попозже поговорим. Да, мы поговорим. До отдыха не дошли. Да, но ты уже просто объял все необъятное. Я просто быстро говорю. Да, ты обо всем уже сказал нам. Но интересные мысли, конечно, я думаю, что ты не имел в виду в отношении, не пощерял людей к серебролюбию, говоря о том, что деньги нужно любить. Нет, 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 в том плане. Потому что сейчас мы уже должны будем распределить, кого больше любить. Бога. Да, Бога, семью, служение. А тут еще и деньги нам. Авиэль подкинул еще один приоритет, к которому мы должны относиться правильно. Я думаю, что мы правильно подняли в отношении того, что если Бог дает вам, а Бог дает вам не просто деньги, Бог дает вам силу, мудрость приобретать богатство. И пусть Господь вас благословляет. Ведь мы все прекрасно знаем, как Ирина сегодня вспоминала, что во многих фильмах в последнее время, и я также заметил, речь идет о том, о вот этих приоритетах, чтобы человек больше уделял время семье, меньше работе. Обычно показывает какого-то там богатого человека, который пренебрегает семьей, там и жена все время хочет, чтобы он уделял ей внимание. И мысли очень правильные. Я так понимаю, что это на фоне кризиса, который так же настал у многих богатых людей, которые получают разрушение в своей семье, ввиду того, что они кладут на алтарь, чем-то жертвуют. Большие деньги всегда требуют большой жертвы. Поэтому в этом случае, знаете, Христос тоже предупредил, если ты хочешь завладеть всем миром, смотри, чтобы это не повредило твоей душе. Потому что взамен ты ничего не дашь, ты не сможешь никак выкупить свою душу. В этом случае ты должен понимать, что продаваться нельзя. Все должно быть на своем месте. И пусть Господь просто даст вам упорядочить все и понять, что когда вы зарабатываете деньги, чтобы в действительности Христос в этом случае руководил вами, и чтобы просто вы следовали и могли принести в Царство Божие максимальный плод. Хорошо, Ирина, что вы можете добавить ко всему сказанному? Либо я задам еще один вопрос. Я хотела повернуться немножко к Козе. Да. И то, что он поддержал рукой. Вы знаете, я много в своей жизни видела и служителей, и вообще людей по жизни, которые делают добро, которые творят добро и утром, и вечером, и днем, помогают бедным, помогают разным людям в церквях и так далее. А потом они как бы сами собой очень гордятся и, в общем-то, говорят о том, что они принесли такую жертву, как им было тяжело, но они должны ради Господа. Вот Оза мне немножко напоминает таких людей, или они напоминают Озу. Когда человек, написано, да, что есть в одном месте в Писании, где говорится, с дерзновением приходите ко мне, да, и это же слово употребляется здесь, да, что он, Бог не презрел на его дерзновение, потому что дерзновение дерзновению рознь. Написано, приносите жертву живую, святую, благоугодную Господу. Его жертва, она не была святой, потому что я думаю, ну, я не знаю про Озу, да, ну, вот, судя по тому, что Бог не презрел, оно было не святое дерзновение. Оно было дерзновение, я сейчас умру ради Господа и покажу всем, какой я крутой. Понимаете, я так это вижу, может быть, я ошибаюсь, но у меня не раз было такое состояние, и я, знаете, как этот фильм, там, хлеб-завод, я, там, это, Шурик там играет, да, это я, все, везде я. Понимаете, у меня был такой период в жизни, когда в церкви, там, здесь послужить, да, 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 и если я сейчас спрошу себя, что же мной двигало, тогда я думала, я просто, ну, люблю Господа так. Сейчас понимаешь, что за мной, мой мотив был, ну, грубо говоря, показать, какая я крутая. Может быть, я только так, но я думаю, что многие, даже не осознавая. Иоза так сделал, он, и Бог не презрел на жертву не святую и не благоугодно. Что такое благоугодно? Это благо приносящее, да, кому. Что такое благо приносящее, когда у тебя внутри есть мир и покой, и люди вокруг тебя в мире и в покой, которые ты не пасли. Это есть благость, это есть благоугодное, да, что здесь произошло, что здесь другое произошло. Поэтому я считаю, что вот это вот мы, когда вот ты сказал, да, руку протянул, потом ноги протягивает. Многие служители, они протягивают ноги в буквальном смысле, инфаркты, да, у людей стрессы, депрессии, знаете, сколько людей в депрессии находится в теле Христа. Почему? Потому что надежды, ожидания не сбываются. На что ожидания? Бог ведь написан, никогда Он не подводит нас. Не сбываются ожидания на их роль в служении, не сбываются ожидания на их видение, их жизни, там день денег, славу, уважение. И признание. Да, не сбываются их ожидания на какие-то другие вещи, которые не угодно Господу. В результате они надрываются, они надрываются душевно, они надрываются физически, они протягивают ноги, они не могут уехать из церкви отдыхать, некому служить. Вы знаете, я много так слышала, мы тоже с мужем постара были, я потом поняла по-другому, Бог найдет замену. Что значит некому служить? Дай людям, сними с себя немножко спесь. Поэтому я считаю однозначно, что любая жертва, она будет угодна Господу. Если она будет святая, то есть мотивы ее будут угодить Господу, а не превознести себя или там что-то достичь. Ну, по поводу серебролюбия, просто один стих, это из «Экклезиаста», депрессивная книжка, конечно, но тем не менее. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. Кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Казалось бы, да, к нам проповедник, то есть царь Соломон, раскаявшийся в своих деяниях, не сильно благоугодных, кстати, он говорит, что нельзя любить богатство, хотя сам жил в роскоши и в богатстве. И он говорит, что не нужно любить серебро. На самом деле это неправильно. Любовь к богатству, это то, в чем меня поправил Евгений, я, может быть, немножко неправильно выразился. Любовь к чему-то, это угождение. Любовь в данном случае, то, что я сказал, это умение правильно распорядиться этим. Например, можно очень сильно любить бога и говорить, но бог меня все равно любит, и я его люблю, я могу все, да, и вот это неправильное трактование «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», в данном случае это правильно уметь распоряжаться. Иногда вот то, что Евгений правильно сказал, дает человеку бог денег, а человек начинает использовать это все на себя. И вот здесь начинается преткновение. Поэтому вот здесь то, что написано, любовь к серебру и любовь к богатству, это как раз то, чего следует опасаться. А вот умение правильно распоряжаться всем объемом того, что бог даст, он ведь может дать не только деньги, он может дать машину, дом, там еще что-то. Как правильно им распорядиться? То есть не считать это злом, не бояться этого. Да, совершенно верно, да. Что как будто, ой, ой, это не святое. То есть почитать, уважать это, да. Друзья.